Спасибо вам большое. Я бы передал слово уже нашим зарубежным коллегам и попросил бы вначале рассказать о казахстанском опыте Мадину Маратну Туколову, который представляет Международный финансовый центр Астана. В Казахстане закон об исламских финансах был принят достаточно давно, 15 лет. Наверное, это уже состоявшаяся инфраструктура вашего финансового рынка. Какое место она заняла, как не относится население Республики Казахстан? Пожалуйста. Саламу алейкум, уважаемые коллеги. Жмам Барак, спасибо большое организаторам за проведение данного мероприятия, участникам за интерес к данной теме. Если можно будет включить презентацию, спасибо большое. В целом, по исламскому финансированию. Что есть у нас в Казахстане? Это, во-первых, законодательство по исламским финансам. Оно у нас создано как на территории Казахстана, так и на территории Международного финансового центра. У нас есть несколько действующих и активных исламских финансовых институтов. Это исламские банки, исламские лизинговые компании, краффандинговые компании, а также исламские финтек-компании. Также мы активно работаем с компаниями, предоставляющими консалтинговые услуги, юридические услуги в области шариата. И в целом, для того, чтобы определить дальнейшую траекторию развития исламских финансов, мы буквально недавно провели исследование по определению спроса на исламские финансовые услуги. И целенаправленно таргетированную аудиторию для данного исследования мы выбрали практикующих мусульман. Поскольку мы понимаем, что, с одной стороны, конечно, исламские финансы у нас для всех, но при этом основными и, наверное, первыми клиентами исламских финансовых организаций будут все-таки мусульмане. Соответственно, мы выявили таргет-аудиторию и поняли, какой конкретно у нас есть спрос на исламские финансовые продукты у нас в стране. И здесь, наверное, рекомендация в том, что в целом мы данные исследования до этого, несмотря на то, что с 2009 года развиваем исламские финансы, не проводили. Наверное, как рекомендация о необходимости проведения и определения спроса. Мы развиваем эти исламские финансовые услуги для клиентов. Так что хочет как раз-таки основная аудитория, для которых мы исламские финансы развиваем. Поэтому необходимо точечное определение конкретно тех продуктов, которые клиентов интересуют. Следующее – это в целом. Исламское финансирование является одним из приоритетных направлений Международного финансового центра «Астана». Это юрисдикция в рамках юрисдикции Казахстана. У нас есть свое регулирование, есть свой регулятор, отличный от казахстанского регулятора. В Казахстане у нас регуляторами является Центральный банк, Национальный банк Республики Казахстан и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. В МФЦА есть свой регулятор, комитет по регулированию финансовых услуг. У нас приняты отдельные законодательства и международные стандарты регулирования. Независимая судебная система. МФЦА работает на принципах английского права. И судебная система состоит у нас из английских судей. Достаточно развитый рынок капитала. У нас есть своя собственная биржа, которая позволяет выпускать в том числе исламские ценные бумаги СУКУК. Особый налоговый режим – это освобождение от КПН и НДС для лицензируемых видов услуг, в том числе для услуг, связанных с исламским финансированием. И валютный режим совместно с Центральным банком страны принято решение, что исламские банки, исламские финансовые организации, страховые компании, МФЦА могут предоставлять свои услуги резидентам Казахстана, несмотря на то, что мы юрисдикция внутри юрисдикции, юридическим и физическим лицам в любой валюте, в том числе в локальной валюте тенге. То есть, наверное, следующее предложение – это продолжение развития различных механизмов для исламских финансов, то есть создание условий для исламских финансовых компаний и для дальнейшего развития исламских финансовых продуктов. В МФЦА у нас можно открывать различные компании, исламские банки с капиталом 5 миллионов долларов США, это исламские финансовые компании, для них мы специальный вейвер, особые условия разработали, которые позволяют открывать небанковские компании с минимальным требованием по капиталу 100 тысяч долларов США. Это исламские страховые компании, брокеры, дилеры, это консалтинговые, как я уже сказала, и юридические компании, которые специализируются в области шариата, и возможность открытия различных филиалов и представительств, к примеру, если исламский зарубежный банк захочет открыть филиал у нас на территории МФЦА. И здесь, наверное, важным является развитие не только инструментов финансирования, но и инструментов инвестирования. Потому что по своему опыту скажу, что если в первое время у нас клиенты исламских финансовых институтов в основном спрашивали про инструменты финансирования, то сейчас очень часто задают вопрос, так во что инвестировать в соответствии с требованиями у шариата. Поэтому у нас очень активно сейчас идет развитие исламских фондов, и второе – это исламского рынка капитала, то есть выпуск СУКУК. И здесь мы работаем не только с казахстанскими эмитентами, сейчас у нас в процессе выпуска эмитенты из стран Центральной Азии. И при этом они ориентируются не только на казахстанских инвесторов, но и на иностранных инвесторов. В чем интерес по выпуску СУКУК в МФЦА? Во-первых, это английское право, во-вторых, это постоянная поддержка со стороны Международного финансового центра, это понятный язык, если мы говорим о нашем регионе. И, во-вторых, это возможность и доступ к иностранным инвесторам, потому что буквально недавно биржа МФЦА вступила и стала членом международного, скажем так, хаба Табадул, который разработан Абудабийской фондовой биржей. Туда входят несколько бирж. Это биржа Абудаби, это биржа Омана и биржа Бахрейна, в том числе биржа МФЦА. Это позволяет международным инвесторам из Ближнего Востока получить доступ к исламским ценным бумагам, достаточно просто, выпущенным на территории МФЦА. Здесь, наверное, в целом о тех компаниях, которые есть в МФЦА, достаточно широкий у нас, скажем так, выбор исламских финансовых инструментов, и исламский банкинг, и небанкинг, это инструменты фондирования, это инструменты инвестирования. Мы, как я уже сказала, активно работаем над развитием исламского рынка ценных бумаг. И здесь, наверное, важным дополнением является, первое, это поддержка и развитие внутреннего рынка, потому что мы очень часто ждем и надеемся, что придут зарубежные инвесторы и будут открывать исламские финансовые институты. Но, наверное, важно первое время все-таки поддерживать внутренний рынок и исламские финансовые институты на внутреннем рынке. Второе, это важно единение рынка, потому что мы в целом тоже понимаем, что у нас относительно, там, говорят с Россией, это небольшой рынок, но при этом мы понимаем, что исламские финансовые институты, они нуждаются в постоянной поддержке, поэтому мы, к примеру, создали ассоциацию по исламским финансам и бизнесам для того, чтобы было единение у рынка, для того, чтобы регулятор видел и слышал о тех проблемах, которые есть у финансового рынка, и мог достаточно четко и быстро реагировать на те проблемы, которые у финансового рынка есть. И, наверное, следующая рекомендация, да, это возможность как раз-таки единения рынка, возможность совместной работы для того, чтобы регулятор на постоянной основе слышал о тех проблемах. Они возникают на постоянной основе, мы понимаем, что исламское финансирование, оно требует постоянной поддержки. Здесь вопрос, вот, позвучали вопросы и налогоблажения. Мы, в принципе, да, несмотря на то, что 15 лет развиваем исламское финансирование, до сих пор видим ряд проблем, связанных, скажем так, с налогоблажением в области исламского финансирования. Здесь, наверное, мы больше говорим не о том, чтобы создать какие-то привилегированные условия для исламских финансовых продуктов, а уравнение этих условий. И это должна быть достаточно четкая и постоянная работа, опять же, с налоговыми органами и с основным регулятором. Поэтому однозначно большой потенциал у рынка, как в России, так и в целом в СНГ, в Центральной Азии. Поэтому все, что нам требуется, это, наверное, терпение, совместная работа и усилия со стороны всех участников. Спасибо. Дина Маратовна, спасибо большое. Следующий наш гость представляет Объединенные Арабские Эмираты, господин Саад Бакали. Он возглавляет Высший Шариатский Совет при Центральном банке. Наверное, к вам основной вопрос. Что представляет собой рызнак исламских финансов в вашей стране, насколько он важен и какие ваши связи с нашими, наверное, ближайшими партнерами в Центральной Азии, с республиками Казахстан, Киргизией, Таджикистаном? Пожалуйста. Спасибо большое за ваш вопрос. Извините, я буду говорить по-английски. Мне очень радостно быть здесь, и я бы хотел поблагодарить...